Я сейчас занимаюсь бизнесом в сфере IT, и у меня состоялась одна поездка в Прагу на днях. Получается, во вторник я уехал и вот в субботу вернулся. И вы знаете, я возвращался из этой поездки, как будто бы я побывал на какой-то программе пробуждения. Я даже своим в чате написал, что возвращаюсь, как эта программа пробуждения прошла в моей жизни. И я вот анализирую, почему, потому что однажды я принял решение это делать, и когда Бог куда-то направляет, просто Он направляет и идет впереди, и все готовит, и ты просто идешь, и ты участвуешь в том, что сделал Бог. И вот начиная с того, как я сел в поезд Варна София, уже в купе оказался человек, который купил за две недели до этого билеты, а ему он пришел на поезд, а места нет. Его переложили, короче, на верхнюю полку в мою купе, а меня положили на первую полку, на нижнюю, а я купил за полчаса до поезда этот билет. И он так чуть-чуть, ну так чуть-чуть возмущен, говорит, я купил за две недели специально, говорит, нижнюю полку, прихожу, а ее нет. И оказывается, он в моем купе. И когда мы вышли из поезда, он говорит, ты куда сейчас? А я приехал за три часа или четыре до самолета София Прага. И я говорю, у меня в 10 самолет, еще не скоро, он говорит, и у меня тоже в 10 самолет, говорит. И мы начали, это уже показывают, да, транслируют. Я сейчас быстро расскажу. И вы знаете, что, и получается, у нас три часа где-то вместе. Он приехал на ЖД вокзал и в 10 самолет, и я. И за эти три часа мы, конечно же, поговорили о многом. И самое главное, о чем мы говорили, это я рассказывал ему свою жизнь, да, что Бог сделал в моей жизни, как он меня вывел и выводит из тяжелых обстоятельств, какие приходят испытания и как их решается. И, знаете, он взрослый человек, старше меня, он зубной техник. И он говорит, слушай, ну это вообще встреча, вот настолько не случайно, она мне так была нужна, говорит. У меня, говорит, тупик, я столкнулся с тем, что у меня нет роста в бизнесе, я не понимаю, что делать. И многие вещи, говорит, которые я услышал, это вот как ответ. И после этого я прилетел в Прагу, и у меня были очень важные встречи по бизнесу. И была одна встреча с очень крупным бизнесменом чешским. Мы встречались в его огромном магазине в центре Праги. Он занимается драгоценными металлами и камнями. И это, ну, миллионер, и он вообще очень серьезный в уровне бизнесмен. Я с ним встречался уже третий раз, первые два раза в Софии. Я чуть-чуть затрагивал эту тему о Боге тогда, я говорил, что мы строим свой бизнес с Богом, мы стараемся с людьми вести себя честно, мы делаем все, что можем, от нас зависит. И в этот раз, но я с ним не произносил молитвы, не было места, то есть я не видел возможности этого. Но в этот раз я приехал уже, знаете, в процессе дороги, меня так Бог наполнял, и я с ним встречаюсь уже как друг, в принципе. И мы с ним, он новый магазин открыл, он говорит, вот, смотри, на самом деле шикарный магазин. Я посчитал там, ну, я думаю, под миллион просто товара даже в этом магазине, в этом его шоуруме два отдела. И мы с ним сидим, общаемся. И по делу поговорили, я говорю, Люба же, говорю, я просто, говорю, так рад, что мы с тобой вот, ну, даже не знаю, бизнес сделаем или не сделаем, потому что у нас идет процесс. Но то, что мы подружились, это уже так важно, говорю. И вот у тебя новый магазин, говорю, ты освещал его вообще? Он такой, а он чех, он с советских современ еще говорит чуть по-русски. И я говорю, знаешь, что есть одна молитва, говорю, я помню, что тебе говорил, что мы вообще, ну, верим, какие чудеса Бог сделал, да. Я ему чуть-чуть еще напомнил, я говорю, давай просто сейчас вот согласимся, чтобы Бог благословил тебя, чтобы он защитил. Потому что мне сказала его жена, что там чуть-чуть криминальный район, и ходят как бы преступники всякие. Говорит, чуть-чуть опасный район, центр, но чуть-чуть опасный. И мы с ним произносим эти слова. И я выхожу такой радостный. А до этого у меня два водителя Uber тоже. Одна была женщина Яна, с которой мы помолились, она тоже чуть по-русски. Но там уже Google Translate помог. То есть свидетельство она услышала по-русски. А произнести так, у нее акцент такой, она по-чешски это читала молитву. А к нему меня вез к Чеху, подъезжает машина такая, Uber вызываю, он же дешевое такси, подъезжает такая, чуть ли не джип какой-то огромный. Я сажусь, говорю, это Uber вообще? Он смеется, говорит, да. Я говорю, ну вот это Uber у вас, говорю. Ну а потом оказывается, конечно, в кредит машина и все, но классная такая, это, Skoda новая, там такой внедорожный. И мы с ним начинаем разговаривать, а у него жена сейчас русская, до этого была жена азербайджанка, и он знает русский хорошо. И я ему рассказываю свою жизнь, там сколько того, дороги там 15 минут. И он смотрит на меня так. И я говорю, знаешь, что вот эти слова, говорю, я хочу тебе подарить. И он говорит, у меня сейчас большая неприятность жизни, говорит. Я развелся, и у меня сейчас новая семья, но та жена, она не дает мне видеться с детьми, говорит. Они просто меня считают, как бы, ну, там, плохим человеком и так далее. И я вижу у него рана такая, да. И я говорю, знаешь, что давай попросим сейчас у Бога, чтобы этот вот твой вопрос он сделал, ответил. И мы с ним произносим эту молитву, обращение к Богу, да, в которой мы, которую я дарю много лет людям. И я очень много видел чудес, которые люди получают после этих слов. Эти слова просты. Когда мы просим прощения у Бога во имя Иисуса Христа, да, то, о чем мы сегодня пели, говорили. Когда мы признаем Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, просим Бога прийти и устроить жизнь нашу. И эти встречи стали происходить дальше. Я пришел в хостел, и там оказался сирийц, молодой парень такой. И я пришел, если честно, очень уставший, но прямо он, я смотрю, у меня там что-то, а, мне дали очень плохое место. Я в хостел заселился, и мне дали шестиместный хостел, самая верхняя полка, скажем так. Я к нему прихожу, уставший такой, думаю, нет, я не могу здесь спать. Я подхожу, говорю, слушай, есть что-нибудь получше? Он такой, а что такое? Я говорю, да самое вообще, ну центральное такое, это, пальма, как называют, на пальме положили. Он такой, сейчас я тебе все сделаю, раз, раз, и дает мне хороший номер, маленький, и нижнюю полку. Я говорю, знаешь что, друг, я говорю, уставший, но я не могу не подарить тебе одну вещь. И дарю ему свидетельство, мы молимся с ним, вы знаете, он так обрадовался, а ему 21 год, он из Сирии. Я говорю, как ситуация в Сирии, знаете, да, там война была, говорит, уже лучше, но он полгода вот в Чехии, учится и работает. Я дарю ему эту молитву, мы обращаемся к Богу по-английски, и он такой радостный, он прямо аж забегал там, все. И я жил там две ночи, и когда он, уже я уезжал, он опять, у него была смена, и он встречал меня как уже лучшего друга. Он такой, что тебе там, давай, вот здесь блинчики у нас, на тебе там это. И я смотрю, а я, если честно, опять уставший пришел после трудового дня, ну я смотрю, ну реально человек в радости такой, реально. И потом мы с ним общаемся, говорю, как твое имя? Мы в Фейсбуке добавились, он мне сказал свое имя по-сирийски, я просто не хочу говорить имен, потому что телевизионный и так далее. Но он мне сказал свое имя, я говорю, ты знаешь, а что означает твое имя? Оно сирийско-арабское. Он говорит, мужественный. Я говорю, знаешь, что мое имя Андрей тоже по-гречески, мужественный мужчина, сильный. Я говорю, мы с тобой тезки. Он такой, да ты что? Ну и понимаете, и со многими людьми, когда я молюсь, я добавляюсь в соцсети, я становлюсь другом, я общаюсь с ними дальше. Это не означает, что мы просто, знаете, ходим, эти семена там раскидываем и там, а, там расти, да. Нет, с кем возможно мы устанавливаем контакт, мы дружим. Вот еще один случай расскажу. Прилетаю в Софию и сижу по телефону, разговариваю в кафе, жду человека еще встречи. И сзади оказываются румынские летчики по-английски, которые начинают со мной разговаривать сами. Сами начинают со мной разговаривать. И мы с ним за 15 минут, мы с ними так подружились, короче. Они мне рассказали, что завтра день Андрея, и что Андрей это апостол, который пришел вообще на Балканы, в Румынию и посеял христианство, и они считают его основателями. Я говорю, знаете, ребята, ну если день Андрея, я не могу не поделиться с вами этой молитвой. Просто есть одна молитва, которая просто, я говорю, Андрею все-таки. И, знаете, мы можем использовать эти праздники, мы можем использовать всякие возможности. У меня недавно одни друзья мои спросили, мы провели ужин в Бургасе, и мы едем обратно, они говорят, как ты входишь в контакт с людьми? Я говорю, ну как входишь? Вот просто ты видишь человека, ты смотришь, что его интересует, чем он живет, начинаешь об этом говорить, и все, а дальше все Дух Святой делают. Это не я. Вы знаете, я вот сегодня очень вдохновлен словом, который говорил Господь через Геннадия сегодня. На самом деле это вся работа Святого Духа. Это не я, это не мы делаем. Вот то, что ребята рассказывали о свидетельстве. Это не наши силы, это не какие-то, я просто этим своим друзьям говорю, знаете, это не я, это не мое красноречие. Просто я принял решение это делать, я открываю уста, Бог их наполняет. Просто каждому из нас здесь дана власть это делать, нам дана сила. Потому что Христос что сказал? Сначала Он сказал, точнее в конце, перед чем как уйти на небеса и воссесть на трон Отца. Это 16 глава Матвея, можете открыть. И Он сказал, идите и проповедуйте Евангелие всем, всякой твари, по-разному перевод. Идите и говорите это. И знаете, ключевое слово, многие проповедники это говорят, это Дух Святой говорит, ключевое слово идите. Это не сидите и проповедуйте, а идите. Это когда Он посылал, Он когда нас отправляет, почему мы пришли сюда в Болгарию и мы проповедуем. Потому что Он сказал, идите. Когда мы выезжаем в какую-то командировку и Бог нас наполняет, мы идем. У меня реально произошло еще одно чудо, расскажу. Я в Софии, я очень долго не мог обратный билет купить и не мог понять почему. И потом уже поздно ночью, на завтра вылет, у меня билета еще нет. И я раз-раз, я думаю, нет, что-то не то. Думаю, не знаю, покупаю до Софии только билет. Не до Варны, хотя был до Варны, покупаю до Софии. И в самолете увидел одну рекламу по бизнесу, форум инвестиционный, который мне необходим был. Я говорю, о, прилетаю, остаюсь на нем и там тоже 8 человек примерно где-то услышали о Христе на этом форуме. В процессе работы, я не ехал туда для этого, я поехал туда по работе. Но в процессе работы, я стою, кушаю, говорю, Господь, если ты хочешь, просто пусть придут эти люди. И за стойку становятся люди, там, ну, знаете, кофе-пауза, они становятся, начинают разговаривать, там. И опять, там, допустим, день Андрея, там, дарю молитву. Или два испанец ко мне подбегает, там, как тебя зовут, там, начинают по-английски со мной разговаривать. Я говорю, ты, а тебя как, Пабло? Я говорю, Павел, что ли, по-испански? Да, я говорю, а я Андрей, два апостола Христа. Он такой, а я был в Никарагу, и знаю молитву обращения покаяния по-испански. И мы с ними разговариваем, тут подходит его, это, партнер по бизнесу, она русская, оказывается. Мы с ними разговариваем по бизнесу. Я говорю, знаете, день Андрея, говорю, Пабло, говорю, хочу тебе молитву подарить, говорю, знаю по-испански. Репита канмига, падра селестиал, тепи де пердон. Он повторяет со мной, это, значит, Отец Небесный, прости мои грехи. Он такой, ты по-испански говоришь? Я говорю, давай повторяю. И я ее за два раза полета в Никарагуа штудировал так, что говорят, что у меня хорошее произношение. Хотя я знаю три фразы. Он говорит, ты как классно по-испански. Они молятся. И знаете что, и в этот момент Дух Святой что-то делает. Не мы, но Дух Святой что-то делает. Однажды я молился с одним человеком из Украины. Через месяц, у него начались происходить чудеса. Через месяц мы с ним сидим, общаемся. Он говорит, Андрей, когда ты свидетельствовал что-то, ну, говорит, но когда ты предложил молитву, в этот момент перестал твой голос звучать. И звучал какой-то женский, близкий, материнский голос. Говорит, все звуки прекратились. Говорит. И стал вообще другой голос говорить эту молитву. И я, говорит, когда ее произносил, как будто бы что-то вот просто произошло невероятно. Мы ее закончили, раз, все звуки вернулись. И это очень часто происходит. Потому что Бог стучится в сердца людей. А Бог говорит, что мы примем силу для того, чтобы идти и проповедовать Евангелие. И знаете, я хочу еще одну вещь, очень важную, подарить. Я сейчас хочу подарить тем людям, может быть, которые никогда не произносили эту молитву, эти слова. Я хочу сейчас подарить вам эти слова. И перед этим я хочу, церковь, вам сказать одну вещь. На прошлой неделе я получил одно очень сильное откровение, понимание, почему меня Бог, почему вот Александра и Александру Бог продвинул в бизнесе. Почему Олега Григорьевича, о котором они говорили, да, он продвинул бизнес и сделал миллионером. Почему я вижу, что меня Бог тоже продвигает в бизнесе сверхъестественным. Я получил одно простое понимание. Когда мы говорим, мы говорим о Сыне Божьем, о Иисусе Христе. Мы не говорим о себе. Мы говорим только о действии Бога в нашей жизни. Мы говорим об Иисусе Христе. Это Сын Божий. И знаете, я понял, что у меня есть Сын Богдан. И я понял, что если бы какой-то человек пришел и начал говорить всем о том, какой мой Богдан хороший, допустим, он хотел бы что-то сделать для него хорошего, он бы взял Богдана и ходил бы с ним, знаете, вот этот Богдан, он такой успешный, возьмите его в свою школу, вот этот Богдан, у него такие таланты, возьмите его. Знаете, если бы он это делал постоянно, кто бы был этот человек для меня? Да он бы стал лучшим другом моим, он бы стал моей семьей. Я бы сказал, слушай, иди сюда, ты так моему сыну служишь, я хочу тебе послужить. Ты знаешь, что все мое, твое. Когда мы говорим о Христе, мы говорим о Сыне Божьем. И Отец Небесный, Он продвигает нас. Если мы продвигаем Христа, Отец Небесный продвигает нас. Если мы, церковь, которая продвигает Иисуса Христа, не себя на этой земле, Отец Небесный продвигает эту церковь дальше. Он делает сильное, о том, что сегодня говорил Бог через Геннадия, через пастыря. Он наделяет нас властью. Если мы наступаем на врага, враг разбегается. Если мы соединяемся вместе, не разъединяемся, не принимаем всякую ложь против церкви, против священников, против друга. Если мы не ищем, знаете, в нас какие-то изъяны, а если мы ищем все хорошее, что Бог заложил в нас и в церковь, знаете, что Бог будет делать? Бог будет делать сверхъестественные чудеса. В нашей жизни будут сверхъестественные чудеса на самом деле. Знаете, церковь – это как армия. Это и есть армия Бога. И то, о чем сегодня говорил Геннадий, я тоже получил это на прошлой неделе, что когда Иисус призвал и поставил 12 апостолов, Он начал выстраивать эту армию на этой земле. 12 апостолов, 12 человек распространили такую силу, что когда я в Праге ходил вечером вокруг центрального храма, я просто восхищался. Это огромное здание, которое создано во славу Богу. И все центральные места, которые посещают туристически в Европе – это храмы Христа. Все самые великие здания, центральные места занимают на площадях храмы Христа. Это то, ради чего приезжают люди, туристы в Прагу, чтобы посмотреть то, что было создано ради и во имя Иисуса Христа. Потому что Христос прославленный. И когда мы прославляем Иисуса Христа, ребята, Бог будет прославлять нас. Но не для того мы прославляем Его, чтобы прославиться, но для того, чтобы Он был прославлен в нашей жизни. И знаете, моя жизнь когда-то очень сильно изменилась после этих слов. Я знаю, что это как день второго моего рождения. Трое моих, двое моих близких людей, еще один человек с ними, они пострадали в аварии, погибли. И когда я стоял через месяц после этих слов, мне было 27 лет, и моя жизнь была исковеркана грехом. Тем, что я не слушал Бога, тем, что я шел против Бога. На самом деле я даже шел против Бога. Но когда мне сказали, я уже был в депрессии, я был в зависимости, я был страшно измученный, если честно. Был несколько раз, хотел с собой покончить. Но мне сказали, вот, я однажды пришел в церковь, скажу вам, я однажды пришел в церковь, и я почувствовал, что это дом Отца, и я хочу здесь остаться. И тогда мне предложили произнести эти слова, здесь, в Доме Божьем. И я остался и произнес их. И когда я произносил их, что-то невероятное произошло в моей жизни. На следующий день остановились все мои зависимости. Точнее, я получил силу, чтобы обороть их. 15 лет я был табакозависимым, 12 лет я свободен от этого. У меня были проблемы с наркотиками, я свободен. У меня было злоупотребление алкоголем, я свободен. Я был в долгах, Бог начал меня освобождать, Он поднял мой бизнес, Он дал мне прекрасную жену, показал ее во сне, ее встретил. Я не смог его завоевать, к сожалению, но Он смог завоевать ее сердце для меня. И теперь мы 10 лет вместе. У меня двое прекрасных детей. И знаете, все эти годы я благодарю Бога, и я говорю всем, Иисус Христос, Господь, если Он приходит в вашу жизнь, а Он пришел в вашу жизнь, если вы сейчас слушаете, или здесь, на этом месте, Он уже пришел в вашу жизнь, Он уже стучится. Вопрос в том, что двери нашего сердца открываются только изнутри. Если только Дух Святой сейчас наполнит ваше сердце, вы сможете произнести эти слова вместе с нами. И я говорю еще одну важную вещь. Когда я людям дарю эту молитву, я очень часто говорю, я всегда говорю ее искренне. Я не говорю ее даже для вас, я всегда говорю ее перед Богом искренне. Я всегда прошу Бога искренне прощения за свои грехи. Я всегда искренне снова и снова признаю Иисуса Христа Господом и Спасителем. И искренне прошу Дух Святой наполнить мою жизнь и сделать меня другим человеком. И я сейчас просто приглашаю вас в церковь и тех, может быть, кто смотрит сейчас нас по телевидению, искренне обратиться к Богу этими простыми словами, через которые Бог делает сверхъестественные, могущественные вещи в нашей жизни. Я просто приглашаю вас произнести вместе со мной. Если хотите, закройте глаза, чтобы вам было комфортнее. И повторите за мной эти два простых предложения. Дорогой Небесный Отец, я прошу у Тебя, прости все мои грехи во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Я признаю Иисуса Христа Господом и Спасителем. И я прошу у Тебя, наполни мою жизнь Святым Духом. Измени мою жизнь и сделай ее такой, какой ты хочешь. Будь моим Богом и направь меня. Благослови мою жизнь. И я благодарю Тебя за то, что Ты услышал меня во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. И мы сейчас, как церковь, просто провозглашаем вашу жизнь, что все грехи, которые до этого дня были, они прощаются. И все проклятия разрушаются. Ибо написано, что если простите грехи, Иисус сказал Своим ученикам, кому простите грехи, тому будет прощено. Во имя Иисуса Христа прямо сейчас мы провозглашаем, что грехи прощаются, проклятие разрушается, все бремена падают, болезни исцеляются, Господь. И пленные освобождаются, Господь. И все бремена мы отдаем на крест голговский. Провозглашаем, Господь, что Ты освобождаешь и выводишь сейчас из долгов во имя Иисуса Христа. Достаешь из долговых ям, Господь. Мы провозглашаем, что Ты исцеляешь сверхъестественно от неисцелимых, неизлечимых болезней, но у Тебя нет неизлечимых болезней. Во имя Иисуса Христа мы приказываем всякому греху убираться вон и всякому давлению греха оставить во имя Иисуса Христа, детей Божьих. И мы провозглашаем новое время во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем новое, Господь, обновление, Господь, вера в жизни некоторых людей. И мы восбуждаем Твою благодать и силу Христа, Господь, для восстановления, изменения, исцеления и славы Твоей Божьей. И мы за все Тебя благодарим и славим, воздаем Тебе славу, честь и хвалу, Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь. Давайте прославим Господа.